Я думаю, что мы всё-таки предоставим для начала слово Дмитрию, чтобы он рассказал, я его просил подготовить какой-то спич небольшой, а потом мы обсудим вокруг этого спича, что нам полезно, что нам вредно и так далее. Хорошо. Дмитрий, хорошо? Да, да, да. Тут, значит, я знаю, что когда презентация какая-то светится, лучше изображение убрать, а потом снова его восстановить. Ну, презентации у меня нету как таковой. А как же ты будешь? У меня есть доска. А, ну всё равно, мы будем на неё смотреть. У меня есть доска. Классик. Да. Хорошо. А, ты предлагаешь, чтобы я тоже отключил камеру? Нет, не обязательно. Я себя просто убрал, чтобы снизить нагрузку на, как он называется, на трафик. Значит, Леонид Антонович мне... Поручил? Он подвиг меня на обдумывание всех тех вещей, которыми я спорадически занимаюсь, поскольку всё-таки мы работники высшего образования. Мы не научные работники. Когда Фейман сказал, что он преподает. Он сказал, что это его успокаивает, что когда он ничего не делает по науке, то он хотя бы знает, что он приносит всё-таки пользу. Значит, идеи мои следующие. Я вот все свои идеи в некую абстрактную конструкцию решил объединить. Название данной программы решил дать, что вверху, то и внизу. Подожди. Ты думаешь, что мы что-то видим? Ты просто говоришь, да? Пока да. А, понял. А, белый экран видно, да? Нет, не видно. Я же... Вот, видим твой портрет статический. Ага, сейчас весь экран, весь экран, вот, щелкнули. Ага, это, может быть, я просто ещё не освоился с этим чудесным приложением. Так, ну вот, куда-нибудь он спрячется. Так, а сейчас видно что-нибудь? Ну, видно, типа, какой-то эдитор, скорее всего. Доска, доска такая, да? Доска, а, да, типа доски, там точки, да. Да, да. Точечная доска, да. То есть там будешь писать, да? Да, 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 вот. Ну, отлично. Да, вот так вот. Вот, я собираю всё это вместе пока, и вот в процессе пытаюсь думать сам. Для меня это не свойственно думать. Значит... Собственно, идея следующая. Значит, в начале у меня размышления были по модельной структуре науки, физики, да? Поскольку у нас моделирование, модельная структура физики. Это всё известно, но я просто вот как-то пытаюсь немного всё это обобщить, собрать вместе, не обобщить. Я вообще ничего нового тут не придумал, тут всё известно. Всё уже украдено до нас. Далее от модельной структуры физики. Структура теорий. Дальше в аспектах это геометрическая структура. Структура и статистическая структура. Ну, собственно, это всё, чем я занимаюсь и то, что из чего можно получать. Значит, модельная структура физической теории мне представляется следующим образом. Дело в том, что... Это я говорил Леониду Антоновичу, он в своё время меня критиковал за такой подход. А как же? Конечно, что, собственно, физики как единой науки не существовало, пока не была придумана базовая идея. А базовая идея физики – это модель. И внедряя этот модельный подход в разные другие существовавшие уже в то время науки – оптику, механику, электричество, магнетизм, теорию газов и так далее – физика вбирала в себя, апроприировала все эти науки. И эти все науки становились частью физики. Основная идея – это идея модели. Модельная структура выглядит таким образом. Она состоит из двух основных типов сущностей. Это теоретическая часть и операциональная часть. Операциональная, операциональная. Это операциональная часть. Это у нас приготовление. А это измерение. Соответственно, теоретическая часть описывает эволюцию. То есть, как я уже говорил, основная идея модельного подхода – это, поскольку описывается эволюция, – это каузация. И подход, сейчас вылетел из головы, который у нас позволяет откинуть все лишнее. Лишнее, как это холизм. Рационализация. Нет, нет. Противоречие против холизма. Холизм и… Ну, что ж такое-то вот… Взрослеешь, взрослеешь. Да, старею, старею, да. Ладно, сейчас это… Значит, ну, это не принципиально сейчас. Это вот у нас, значит… Это модель, собственно, которая описывает эволюцию. А это реализация модели. Модель включает в себя несколько абстрактных идей первого уровня. И абстракций, и на их основе потом можно делать абстракции второго уровня и, соответственно, модели, подмодели второго уровня. Реализации модели могут быть следующие. Сейчас. Это у нас… Редукционизм, конечно, вот. Редукционизм. То есть, это вот у нас две основные при построении физики. Кстати, поэтому модельный подход и ругают всё время за редукционизм. Ну, без него-то никак нельзя. А кто ругает? Те, кто любит холизм. А можно по-русски? Что такое холизм? Холизм – это то, что у нас целое… Хоризма, что ли? Что целое не есть совокупность частей. То есть, если мы соберём все части, то мы не получим целое. И поэтому целое… И системный взгляд на систему. Ну, можно так назвать. В общем, что целое нужно описывать, нельзя описывать по частям. Поэтому всякие… Ну, это настолько глубокий, спорный вопрос. Ведь мы всюду, все теоретики только на моделях и существуем. Нет, ещё есть… А потом их собираем и создаём некую, то, что уже назовём глубинной теорией. Есть у нас ещё подход, который… Машинное обучение называется, который строится совершенно по-другому. Вот там вместо редукционизма холизм… Там всё подряд. Нет, там вот холизм, то есть целая система, по частям она даже не рассматривается. А вместо каузации у нас корреляция. И тогда получается машинное обучение. Это как бы совершенно другой слой подхода к реальности. Совершенно другой подход. Итак, у нас типы реализации. Я Леонид Антоновичу рассказывал неоднократно. Ещё раз хочу сказать, что это вовсе не мои мысли. Это широко известные вещи, которые… Но в очень узких кругах. …разбросаны частями по разным статьям и книжкам. Значит, ах, если бы знали вы… Из какого ссора? Да. Именно так. Значит, ну, самая известная реализация – это аналитическая или математическая? Аналитическая, математическая. Ну, чаще всего эволюция в математике, она задаётся в виде дифференциальных уравнений. Ну, конечно, можно и разностные уравнения, любые другие. Но вот это математически. Когда мы говорим о моделировании, мы чаще всего думаем о диффуравнении. Значит, имитационная реализация – это когда у нас реализация в виде алгоритма. Это очень популярно было и сейчас популярно. Когда мы не можем написать уравнения, или когда уравнения настолько сложные, что невозможно их адекватно решить, то мы заменяем уравнение неким алгоритмом действия. И описываем в виде имитационной модели всё это. Натурная. Натурная реализация. Ну, сразу в голове, вот при слове «натурная реализация», не знаю, каково, у меня «Академик Крылов» сразу в голове появляется. Который тесть Капицы-старшего. Корабел. Вот этого я не знаю. Корабельных наук, который. А, который тесть Капицы-старшего. Да, тесть Капицы-старшего, да. Ну, условно, тестью, конечно, его можно назвать. У него, потому что он остался в Советском Союзе, а жена с дочерью уехали в Англию, и там Петр Леонидович, собственно, повстречался. Так что он сначала познакомился с дочерью, а потом уж с тестью, да. Это хорошо. Хорошо. Значит, чем интересны «натурные»? Очень часто с помощью «натурного» можно моделировать компьютерные системы, буквально реализуя их в виде, скажем, виртуальных машин, запуская с ними. Вот то, чем я тоже по необходимости преподавания и так далее тоже занимаюсь немножко. Значит, ну, что там? Ну, наверное, вот... Ну, вот я еще суррогатные модели сюда добавляю. Это модели, которые в том числе и используют, которые используют в качестве реализации статистические методы. Дело в том, что статистические методы очень четко приперевывало в себя машинное обучение, и поэтому, когда говорят о стат-методах, всегда переезжают на машинное обучение. Но машинное обучение, оно не только методы, это еще определенная идеология. У суррогатных моделей нет такой идеологии. Они во многих случаях заменяют имитационные модели, потому что имитационные модели мы все-таки должны как-то алгоритм придумать и запустить. В суррогатных моделях у нас, собственно, алгоритм не записывается, а из набора данных с помощью стат-методов мы получаем некая статистическая реализация модели, которая работает быстрее, чем модель, которую мы могли бы считать и проще реализовывать, да и быстрее, может быть, чем имитационная. Очень часто в инженерных всяких вещах такие можно применять, ну, скажем, для моделирования инженерных систем, тех же самолетов и так далее. Так вот, ну, тут все очень просто, тут никаких новых идей нету. Следующий шаг это структура физических теорий в рамках этих модельных подходов. Так вот, структура я рассмотрел и я работаю в основном с полевыми теориями, ну, что знаю, то и пою. При создании полевых теорий у нас используется три первичных идеальных объекта. Первичные идеальные объекты. Идеальные объекты. Это частицы, поля и геометрия. Ну, все понятно, частицы это какие-то, ну, конечно, точные объекты обычно. Поля это что-то, что связывает частицы между собой. И геометрия это, собственно, арена, на которой они находятся. Уточню здесь, что вот теории поля, квантовой, прегативистской, поля, то есть частицы фактически отождествляются с полем. Это несомненно, но мы до этого еще не дошли. Я медленно к этому. Будем доходить, хорошо. Да, я... То есть там не разлучается, потому что я понимаю, тут, скажем, электромагнитное поле и частица там электрон. А там воедино все, не различает. Именно так, да. Значит, геометрия... Ну, какая-то геометрия. Она связана с пространством и временем? Да, геометрия пространства и время. Это вот, собственно, арена, на которой находятся все эти объекты. Все правильно, хорошо. Я говорю, я ничего не придумываю. Все это, все украдено до нас, все известно. Ну, это неважно. Даже если не придумываешь, можно говорить... Знаешь, сколько люди не придумывают, да, такой чушь говорят, что... Значит, и, соответственно, вот у нас как первичная теория, когда я докладывал это на семинаре, Леонид Антонович вышел, наверное, ему это было... Откуда-куда? Из семинара. По делам каким-то вы ушли. Вам, наверное, это было неинтересно. Какой был семинар, Леонид? Извини, пожалуйста. Дмитрий, я попозже свяжусь с тобой, извини. Про какой семинар ты сейчас говоришь? Ну, это лет 10, наверное, или 15 назад. О, Господи, откуда я понял, что это было? Помнит. Злопойный ты какой. Да, он злой и хорошо помнит. Значит, вот у нас... Ну, вот это типичная теория, где все это... Это у нас, скажем, электродинамика, да? Ты неаккуратно сказал. Электродинамика – это та теория, для построения которой все три сущности необходимы в явном виде. Это теория, которая описывается вот таким вот... Да, к этой группе... Классическая электродинамика. Классическая электродинамика принадлежит этой группе. Значит, под влиянием философских мыслей и даже без всяких мыслей. Если в Эйнштейновских формулировках я вижу следы философских мыслей, но при этом... Но только следы. А тут, видите ли... Я тут прочел... Я пошутил. Я сегодня прочел в Нейче, там один из редакторов Нейче высказал... Женщина высказала в том смысле, что нужно избавиться от поклонения всяким авторитетам, таким как, например, Эйнштейн, который, по большому счету, ничего из себя не представляет. Вот это уже опасно. Вот это я сегодня... Если в Нейчер такое говорят... Это в Нейче, это именно Нейче, да. Вот физревью такое, скорее всего, говорить не будет. Нейчер там... Нейчер это высший пилотаж для всех, ну, включая идиота. Ладно. Значит, я к тому, что Эйнштейн, он первоначально очень ориентировался, если почитать его. Я люблю заниматься прокрастинацией, и у меня прокрастинация выражается в том, что я занимаюсь историей и философией науки. Я не знаю, что такое прокрастинация. Да, нельзя ли по-русски? Как? Прокрастинация – это когда вместо того, чтобы делать что-то полезное, занимаешься всякой ерундой. А, прокрастинация – значит, прокатываешь всех. Хорошо. Значит, Эйнштейн очень положительно относился к Маху, и он думал, что реализует в виде теории, общей теории относительности, именно Маховский подход. Вот. Ну, в результате оказалось, что он придумал что-то совсем свое, то есть он по-своему представил Маха. И так получилось, что из теорий, которые имеют три сущности, триалистичных, трехсущностных теорий, у нас стали генериться в 20 веке теории, которые стали иметь по две сущности. Стало это делаться таким образом. Мы объединяем в какой-то абстрактный объект, в новую сущность, две другие сущности. Ну, давайте, мы… Можно следующим. Давайте оставим гравитацию, и у нас… Хочешь сказать, геометрию. Геометрию, да. И геометрию, и у нас… Вот так вот, может быть, и… Извини, вот первая стрелочка от П к Ф, это означает, что поля строятся из партии? Нет, наверное, не так нужно… Поля поглощают частицы. Поглощают частицы. Поля поглощают частицы. Вот я это хотел сказать, что поля аппроприируют частицы, и в результате мы получаем любимую нами теорию солитонов. У нас нет частиц, у нас поля аппроприировали частицы, и мы получили теорию солитонов. У нас геометрия может аппроприировать поля, и тогда у нас получается, что геометрия порождает поля. Это у нас общая теория относительности. У нас могут смешиваться поля и частицы. Значит, геометрия. Поля и частицы смешиваются, и у нас получается две теории. или квантовая механика, или квантовая теория поля. В них по-разному происходит смешение полей и частиц в новую сущность. И третий вариант, это когда у нас очень популярный был в 60-х, 70-х, наверное, до второй половины. В принципе, наложился на золотой век теории относительности. Третий вариант, это когда у нас поля и выкидывается геометрия, и у нас остаются частицы и поля, и геометрия реализуется из них. Или у нас частицы без полей, и поля и геометрия реализуются из частиц. Это так называемый реляционный подход, он широко известен. Это интегралы Феймана, то есть это подход Фокера и Феймана. То есть интегралы Феймана, когда у нас взаимодействие неких частиц без посредством поля, то есть не близкодействие, а дальнодействие. И электродинамика Фокера и Феймана, тоже так же взаимодействие без посредством полей. И твистеры Пинроуза, когда мы в твистерном формализме, у него есть формализм спинорный. Ну, твистеры это тоже спиноры, полуспиноры шестимерных спиноров. Но идеология разная. У него спиноры это представление группы СУ-2, то есть двукратный накрывающий Лоренца. И описывает, собственно, геометрию. А твистеры это взаимодействие точек без всякой геометрии. Тогда у нас взаимодействие порождает поля и геометрию. И такой же подход для частной теории относительности был популярен в то же время. Например, Гудс, статья его, когда у нас частная теория относительности описывалась без геометрии, а геометрия порождалась именно причинностью. То есть причинность порождала геометрию. И последний вариант, который... Где это использовалось? В специальной теории относительности? В частной теории относительности, да. Специальной. Значит, меня учил, говорит, частная теория относительности. Частная? Нет, я даже не знаю такой понятия. Владимир Всеволодович. Николай Всеволодович. Николай Всеволодович Мицкевич, он так говорил. И, читая ФОКа недавно, я обнаружил, что ФОК везде пишет частной теории относительности. Это по необразованности своей. ФОК по необразованности, да. То есть тут непонятные вот эти, что из чего-то там выводит пространство Минковского, да? Да, они выходят. Тут вот с частной теорией относительности это такая вещь. Я следующим шагом это объясню. Пространство Минковского это, опять же, ну, это к тому, что Эйнштейн совсем не придумал частную теорию относительности. Ну, конечно, нет. Но он сформулировал... Он ничего не сформулировал вообще. Нет, он сформулировал. Ты очень ошибаешься. Очень сформулировал. Он просто сказал, раз мы видим, значит, скорость света постоянная и не зависит от движения источника. Я оттуда тебе сразу выведу, прям стану к доске и выведу тебе всю теорию относительности специальную. Ничего больше. До этого никто про это не говорил. Были преобразования Лоренца и так далее, Лоренца и так далее, математики по Анкаре. Конечно, а вот эти гипотезы, они были существенные. Поэтому тоже не надо там приумолять, как любят там приумолять эту роль Эйнштейна. Эти гипотезы, они нахальные были, но это эксперимент показывал. И они верны до сих пор. И из этого вытекает, ничего больше не вытекает, только специальная теория относительности. Вот так меня учили, так я это знаю, и эту логику, как говорится, принимаю без проблем. А я не принимаю эту логику. А как иначе? Ну сейчас дойдем до этого. Не, ну подожди, все-таки к чему мы клоним там это все? Потому что это можно еще полтора часа разговаривать. Нет, ну это нет, это в сторону, это следующий этап, геометризация, собственно. А потом у меня же вот этапом структура модели, структура физических теорий, геометризация теорий и стахостизация. Собственно, что я для геометризации, сейчас я как раз и про Эйнштейна расскажу все, что я о нем думаю. А, то есть я заблаговременно сказал, извини. Значит, третий тип теории, это то, что очень пытался популяризировать Уиллер. Ну и так ничего и не получилось. Это когда у нас, тут у нас все по отдельности, тут по два слепились, а тут у нас геометрия частицы и поля образуют некую единую сущность. То, что у Уиллера называлось геометродинамика, по-моему, да? Угу, есть такое. Да, но как-то вот ничего не получилось у него с этим. Ну, вот. Значит, из этого вообще, конечно, дальше вот в этом развивать, но идеи работы по этому направлению следующие вот по этим. Ну, во-первых, тут хорошо видно, что, скажем, ОТО и квантовые теории, они построены совершенно по-разному. У них разные первичные идеальные объекты выбраны. Поэтому формулы Эйнштейна, когда у нас в правой части другие поля, скажем, электродинамические, они крайне подозрительные, потому что электродинамика у нас описывается совершенно другой теорией. И получается, что он слепляет вместе и теорию вот такого типа, и теорию вот электродинамики из трех первичных элементов. И из-за этого возникают проблемы с тензором энергии импульса. Кроме того, поскольку у нас разная структура теорий общей теории относительности и квантовых теорий, то построение квантовой гравитации представляется маловозможным в данном случае. Для того, чтобы описывать какие-то объекты, нам нужно все объекты перевести в рамках одной и той же теории. Но, скажем, мы можем перевести электромагнитное поле в пятимерную теорию. Это Калуциклейно. И даже более того, поскольку Калуциклейно это О1, то фактически мы можем, добавляя размерности, туда загнать стандартную теорию СО2 и СО3. Получится вот такой некий вариант Калуциклейно, который уже будет в парадигме общей теории относительности. Ну, это вот просто так. Дальше. Геометризация. Значит, геометризация мне интересна по той причине, что фактически изучение математики я начал с дифференциальной геометрии, поэтому на все остальные математические, ну, не дифференциальные, я начал это глубокое. Значит, на меня с философской точки зрения очень сильно оказал влияние Пуанкаре, а с математической с точки зрения Клайн, Феликс Клайн. Ну, и таким образом с точки зрения геометрии я и вижу всю математику. И именно математику. А что еще? Физику. Физика. Нет, еще раз. Физика – это модель. Модель, она отделена от реализации. Математика – это только реализация модели. Так, извини, хорошо. Значит, математика в физике. Значит, больше она ни для чего не нужна. Математика – это некий абстрактная область, которая изучает самоё себя. Это как по классификации Ландау. И это нас не интересует. Да. Естественные, неестественные, противоестественные науки. Поскольку математика не является естественной наукой, она изучает самоё себя, то она не естественная наука. Меня математика и философия интересуют только в том смысле, в том разрезе, каким они помогают работать в физике. Поэтому всякие этические, философские доктрины мне глубоко безразличны. Они абсолютно бесполезны. Значит, физика, философия и математика должны помогать. Это некий взгляд сверху на то, что ты делаешь. Они должны помогать. Если они не помогают, то они не нужны нам. Геометризация. тут мы так, чтобы я не потерялся, геометризация моделей. Нет, вот, да, сложилась такая ситуация, что, поскольку я рассказываю свой подход, свою программу, то я пытаюсь реализовать, ну, так сложилось с помощью геометризации, то есть описания через геометрические структуры и параллельно с помощью стахастизации, через стахастические, статистические структуры, будем так говорить, с помощью статистических структур. Естественно, они вместе соединяются и дают совместные некоторые структуры интересные, но трудно описываемые. И вот у нас есть такая вещь, как значит модель Клиффорда Клейна. которая ну, у них двумерная модель, они рассматривают мера определения для расстояний и углов. Соответственно, получается, для каждого мера определения у нас есть эллиптические, параболические и гиперболические и гиперболические определения. Ну, какой-то пример. Пример это вот у нас пространство эвклидово. эвклид. Это эллиптический. Эвклид. Это чисто эллиптический. Это то, в чем мы живем. Значит, галилей это параболический. Тут нужно отметить, что мы говорим, что галилей параболический. Мы опускаем, что параболическим является только бусты, то есть XT, YT и ZT. То есть вот эти три пространства у нас являются параболическими. Когда мы описываем наше пространство, говоря, что оно галилеево, на самом деле это не совсем верно. У нас берется эллиптическое пространство эвклида для XYZ. Это эллиптическое. И прямая сумма делается с параболическими галилея. то есть просто добавляешь время, что ли? Да, но вот это время TX, TY, Z, оно параболическое. Там другое пространство, там по-другому измеряются углы. То есть плоскости XT, YT, ZT имеют параболическую структуру. и Минковского. Это у нас гиперболическое. Гиперболическое. У нас XYZ тоже самое эллиптическое. Эллиптическое. А это бусты XT, YT и ZT. Это у нас гиперболическая структура. Минковский рассматривал именно вот эти бусты. Если мы возьмем труды Минковского, то он рассматривал именно вот эти кусочки. То есть именно вот эти пространства. Вернее, он даже вообще рассматривал только типа XT. А потом к нему вот я даже не могу сказать в работах кого приделали в виде прямой суммы эллиптическое пространство Галилея. Ну это эвклида, эллиптическое эвклида. Ну вот так получилось. Соответственно я когда читал Сардонашвили, он писал, что он очень огорчен, что исторически при построении пространства было выбрано ну и пространство Минковского называют вот именно вот это вот конструкт, который состоит из эллиптического плюс гиперболические бусты. он очень огорчен был, что в качестве этого пространства было выбрано Минковского, он говорил, что более симметрично, более красиво и более удобно это пространство Деситера. Соответственно было бы лучше, если бы использовалось пространство Деситера. Но на данный момент используется Минковский. Так вот, какая у нас структура гиперболических? Ну и вот по этой модели Келиклайна у нас каждому пространству соответствует некие комплексные числа, значит, эллиптические, параболические и гиперболические комплексные числа. И как предлагалось описывать именно операции в этих пространствах именно с помощью этих комплексных чисел. и если мы захватываем более громоздкие пространства, мы квадронионы с помощью них можем строить. Ну вот это вот в чем преимущество комплексных чисел, то что у нас определена процедура Келли Диксона, которая позволяет увеличивать размерность комплексного пространства. Очень простым и удобным способом. А зачем это нужно? Вот как получать из комплексной единицы квадронион? Как можно всю жизнь думать, а потом портить общественное имущество? А можно просто применить процедуру Келли Диксона. Портить общественное имущество как-то загадочно. Ну как? А кто на мосту в Даблине нацарапал и до сих пор там табличка висит, что знает, как умножать комплексные числа, чтобы получился квадронион? Ну это история квадронионов. Ну какая разница, или ты на мосту нацарапал, или ты в мозгу своем процарапал. А мост общественное имущество? Ладно, проехали, идем дальше. Портить общественное имущество нельзя. Значит, и вот Михаил Михайлович по поводу того, два принципа Эйнштейна, которые по-разному описываются. У нас гиперболические пространства характеризуются тем, что они разбиваются на три части. Нулевая, плюсовая и минусовая. Ноль, плюс. это структура гиперболических пространств. Соответственно, и группы описывающих эти пространства имеют три таких представления. Таким образом, преобразов... что значит три типа пространства? Пространства... Под области? Это области пространства. Да, хорошо. Понял, понял, спасибо. Из которых нельзя перейти одно в другое, да? Да. на уровне физики там световой полосы. Это, значит, соответственно, у нас пространство... Значит, преобразование Лоренца. Преобразование Лоренца. Что они делают? Лоренца. Преобразование Лоренца. Они относятся по сути своей к операциональной части. Операциональная часть к приготовлению системы и измерения. Измерение, это приготовление. Мы переводим наше Галилеево пространство с помощью преобразования Лоренца во внутреннее представление гиперболического пространства и потом из гиперболического получаем опять с помощью этих преобразований Лоренца Галилеево пространство, в котором мы, собственно, живем и с которым мы знаем, как работать. Преобразование Лоренца описывают только одну из областей. Скажем, минусовую, например, для другой области преобразования будут выглядеть немного по-другому. Соответственно, вот эта область доходит до нуля и останавливается. То есть, у нас существует естественная граница, которая ограничивает эту область. напомни, она существует, если что, мы приняли в качестве незабываемого факта. Если мы считаем, что у нас пространство гиперболическое, только так. Мы считаем, что гиперболическое, тогда естественным образом существует предельная величина. В частности, поскольку в рамках преобразования Менковского у нас измеряется угол, угол соответствует, угол комплексный соответствует скорости, соответственно, у нас существует предельная скорость. Ну и вот, как я уже говорил, отсюда у нас проклятие Понкаре. Проклятие Понкаре. Я с ним не знаком. Самая большая хитрость дьявола сцит в том, что он убедил всех, что его нет. Ну и вот. В чем же Понкаре? Понкаре. Понкаре он явно писал это в его книге. Написано следующее, что конечно мы можем при описании движений нашего пространства использовать специальный формализм для гиперболических пространств. Но как он написал я глубоко уверен что научным работникам математикам и физикам физиков тогда не было я думаю там была только математика физики появились только в двадцатые годы уже что научным работникам будет наиболее удобно использовать пространство Эвклидова поэтому я записываю все формулы в Эвклидовом пространстве и он написал преобразование Лоренца в Эвклидовом пространстве то есть он убивает вот это вот то что у нас тут гиперболическое пространство и оперирует в нем просто вот этими громоздкими формулами написанными для Галилеева пространства или Эвклидового пространства и это же заставило пространство Менковского пришпандорить Эвклидово пространство а не какое-то другое и это не позволило перейти к пространству Доситера то есть вот из-за того что формулы мог написать только один человек Понкаре собственно вот такими формулами мы сейчас и работаем мы сейчас с ними живем а считается что их придумал конечно же Эйнштейн проклятие в чем а проклятие в том что он заставил всех жить ему безразличное разглагольствование что у нас пространство Менковского где в каких формулах оно используется везде пространство Эвклида он сказал мне удобнее в Эвклидовом пространстве и поскольку мне так удобнее то и все вы будете всю жизнь писать формулы в Эвклидовом пространстве ну и вот все пишут в Эвклидовом пространстве вот оно проклятие потому что он написал формулы в Эвклидовом пространстве и все мучаются а у тебя есть другая форма ну конечно мы же писали друг в другом форме записи в комплексных чисел числах полностью записывается ну поскольку модель Каликлайна она соответствует алгебрам Клиффорда то естественно как писал Пуанкаре конечно говорит тензорный формализм он наиболее общий он может описывать все что угодно но мы живем в любом случае в одном из представлений алгебры Клиффорда поэтому давайте мы будем это пространство описывать какими-то представлениями алгебры Клиффорда мне больше всего нравятся спиноры сказал он извини он так и сказал так у него написано в первом томе спиноров можно просто взять эту книжку открыть там просто так написано спинора и пространство время в первом томе у него первый том по спинорам второй по твистерам по лоренцевам два спинорам а второй по твистерам вот собственно вот такая ситуация мы должны описывать с помощью каких-то представлений хотим спиноры спиноры хотим комплексные числа то тогда кватернионы но кватернионы должны быть не всеми любимые эллиптические кватернионы а гиперболические кватернионы и следующий шаг который предлагал Срадонашвили но который он естественно не сделал трудно это сделать это перейти к деситеру тогда по деситеру получается следующее поскольку пространство не только бустов но и поворотов обычных x y z является гиперболическим то у нас явным образом возникает предельный размер предельная длина предельная сверху да предельная сверху значит раз есть предельная сверху значит у нас вселенная имеет предельный размер формулы для значит распространения света и для доплеровского эффекта нужно переписывать в гиперболической форме как вот мы для частной теории относительности пишем тогда у нас все расширение вселенной сразу пропадает и все вот эти вот штуки все уходят то есть у нас получается что вселенная имеет предельный размер она не является бесконечной и она не расширяется можно и это действительно где-то сделано ну разрозненные вещи есть да хорошо спасибо в частности тогда получает смысл лямбда член в уравнениях Эйнштейна лямбда член это именно член гиперболичности он обратно пропорционален максимальным максимальному расстоянию то есть предельному расстоянию то есть он получает вполне адекватный физический смысл ну и тогда геометризация значит то что я по геометризации думаю значит разделяется на две вещи бред как думают все остальные и ты думаешь правильно остальные все да да и это скучная наука да которая ничего не меняет но которую все воспринимают бред это следующие аспекты деситер то есть у нас есть не только максимальная скорость но и максимальная длина и вполне возможно что максимальное ускорение это если твою концепцию да 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 ну вот этот бредовый я же говорю это бред пошел ах бред это твой естественно мой бред я думал что все остальные бред нет все остальные правые что значит правые скучная наука скучная наука дальше у нас наука то есть правого нет есть у нас скучная 22 году умерла вся физика 1900 и почему 22 ну а какой вот что тогда произошло новая квантовая механика родилась новая в каком смысле но у нас есть старая квантовая механика которая внятная понятная и которая работает это орбитали атома и есть новая квантовая механика с уравнением Шрёдингера с уравнением Гайзенберга и начиная с этих моделей физика закончилась да и главное это все это вверх физики был и конец и главное Гайзенберг Копенгагенская интерпретация квантовой механики все и конец физики закончились дальше физики постепенно вымирали кто успел заступали врачи как это ну как Александр Третий умер вместо него заняли его сподвижники которые все добили до конца ну это я перевалю значит у нас вот это вот и в то же время в духе нестандартного анализа и актуальной бесконечности у нас должны существовать и в не только максимальные такие величины но и минимальные то есть должна быть минимальная скорость извини должна быть они вытекают из твоих концепций минимальная скорость минимальный размер ну и если надо как ты еще предполагаешь как долго потому что у меня тут все все я следующий я не думал что мы так долго давайте завершим все это ерунда мы можем продолжить но другой раз да 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 ну вот это все я понял что я уже краду ваше время Михаил Михайлович я совершенно не хотел этого делать я ты не крадешь время ты хорошо рассказываешь но нам хотелось бы и делом заняться получить удовольствие от результатов нету результатов конечно это очень интересно диск дискутабельно вот спорно что-то можно согласиться что-то нет это надолго как говорится почти на бесконечную но нам нужно как-то вытянуть можно не сегодня конечно можно продолжить какой-то сухой остаток потом да из этого да не сегодня да я хотел прийти Михаил Михайлович именно к сухому остатку что конкретно из обычных вещей я собираюсь делать а именно у меня из обычных вещей это с точки зрения геометризации это диссертация Анны Владиславовны потом у меня с точки зрения стахостизации это диссертация Насти там именно подход грубо говоря проблема квантовой теории состоит еще и в том что кроме частиц полей и пространства у нас еще одно понятие должно быть первичное а именно квантование откуда наберется квантование мы можем производить из двух вещей или квантование из статистической структуры или квантование из геометрической структуры вот сейчас я геометрия это квантование с геометрической структуры но это вот дискутабельно а с Настей мы хотим прийти к квантованию из статистической структуры Это очень интересно послушать на следующий раз. То есть собираю все воедино. И для меня вот тот аппарат, который я получу, мне все равно изучать там квантовую электродинамику или изучать теорию турбулентности. Вот я вот в таких интервалах работаю. И совершенно четко у меня сформулированы основные объекты, на которые я опираюсь и с которыми вытягиваю результаты. Которые там могу даже с экспериментом с нами. Поэтому мне интересно вот это понятие, что вот квантование там статистических этих там исходных принципов и так далее. Это мы можем в следующий раз. И конечно потом, ну, сухая статута не только то, чем ты занимаешься, а ну еще, в общем, снова некие пересечения, что мы можем там... Да, это фундамент, то, что он рассказал сегодня и то, чем он занимается. И на этом фундаменте попытаться... Поскольку я его прервал, не успел еще все сказать, поэтому предлагаю продолжить только когда. Ближайшие две недели у меня сложные. Но так как я слушатель, можно сделать в любое время. Дмитрий Сергеевич, тебе когда удобно? Как скажете. Как скажете. Значит, Михаил, ты как скажешь, так мы и сделаем. Ну, хорошо, так... Не обязательно сию минуту. Ты подумаешь и скажешь. Ну, можно предварительно, чтобы не растягивать очень сильно. На следующей неделе снова где-то около этого времени. Хорошо. Тоже среда и тоже где-то в 3 часа. Ну, например, среда, ну, не исключается вторник-четверг, но среда вполне подходит, по-моему, в такое же время. Ну, может немножко что-то поменяться. Я пока не знаю все. То есть давайте сориентироваться пока на среду с тем, что если нужно какие-то сподвижки плюс-минус сделать, что мы будем готовы. Хорошо. Хорошо, хорошо. Спасибо, Михаил. Спасибо, Дмитрий. Вот. Ну, еще это формальная часть. Я отдал подписанные вещи обратно. Два экземпляра. Наверное, они их передадут там уже главная дирекция к вам. Ты там должен расписаться еще кто-то. Ну и потом, конечно, ректор. Они почтой передадут в ректорат? Как-то так. Я не знаю, как я на это не очень влияю. Потому что вот мы отдали, должен еще подписать Трубников и поставить печать. Так что не знаю, как руками это можно туда добрать. Могу, конечно, еще попробовать. Если вдруг возьми. Если нет, тогда хотя бы скажешь, что уже ушло. Я тогда начал здесь бегать. Я спрошу еще у Саши этого, Ариана, как он. Потому что он знает данного человека, а я его не знаю. Ага, да. Так что я вот так предлагаю, да? Хорошо, хорошо. Вот. Ну, в общем, договорились тогда, хорошо? Да, предварительно среда, три часа. Кстати, как вы там, этот, статьей удалось заплатить или нет? Да, все в порядке. А когда она, она появилась или нет? Да, она появилась. Ну, у меня, можешь мне прислать там координаты? Обязательно. Сегодня, но попозже, вечером. Конечно, да. Хорошо. Да, обязательно, обязательно. Да, ну ладно тогда. Хорошо. Ну, Дима, спасибо за труд. Да, спасибо, что вы слышали мой бред. Хорошо. Ладно, давай, счастливо. Счастливо. Вот. Всего доброго. Будем на связи.